Закончился второй сезон школы молодежного актива «На взлет-перезагрузка». В нем принимали участие больше 90 учеников. Завершающим этапом стала защита социальных проектов. Подробнее расскажем в следующем сюжете. На выбор у участников три направления для создания проектов «Арт-пространство», «Волонтерство» и «Медиа». Школьников поделили на мини-группы до шести человек. Для каждой категории назначили экспертов, которые помогали активистам создать социальные проекты. Направление, которое я курировал, называется «Арт-пространство». Это наши любимые творческие люди. Им, возможно, где-то не хватает немножечко знаний, но для этого, собственно говоря, школа молодежного актива. Но они уже точно молодые, нервонадушные, такие с огоньком люди, которые хотят быть активными и изменять свою жизнь к лучшему. Один из проектов, который представили участники в категории «Арт-пространство», направлен на развитие косплей-сообществ. Это воссоздание костюмов и передача характера любимых героев книг, фильмов или мультиков. Кристина Баймасова с командой предложила создать на территории округа мастерскую, куда смогут приходить девушки и юноши заниматься любимым делом. Мы начали думать, чего у нас в Люберцах еще не было. И не было у нас косплеев. Взрослые иногда очень не понимают наши подростковые идеи, и поэтому мы решили сделать именно фестиваль косплея. Наша мастерская, которую мы хотим также устроить, это, скажем так, помощь для тех, у кого просто не хватает на это, например, денег. Те же самые швейные машинки, они стоят не очень мало. И мы хотим с этим помочь. Члены жюри оценивали выступающих по нескольким категориям. Одни из важных критериев – потенциал и актуальность проектов. Максимальное количество баллов – 10. Я очень рад, что у нас на сегодняшний день такая активная молодежь в городском округе, которая занимается реализацией достойных проектов. Сейчас мы высушили несколько проектов, которые они предоставили в сфере волонтерства, в сфере медиа. Мне очень важна эффективность, насколько они могут реализовать этот проект. Всего защитили 9 проектов. Из них 4 лучших реализуют уже в следующем году на территории городского округа Люберцы.